Больше 130 тысяч обращений за последние 8 месяцев поступило в полицию от жертв бытового насилия. Число пострадавших за карантин выросло в несколько раз, отмечают и в кризисном центре столицы. В числе тех, кто обращается за помощью, нередко бывают и дети. Поможет ли новый законопроект о семейно-бытовом насилии исправить ситуацию? Своё мнение высказали эксперты. Покой и заботу Светлана в своём доме получить не смогла, но обрела всё это в кризисном центре. На протяжении нескольких лет сожитель выплёскивал свой гнев на ней. Не остановила мужчину и рождение двоих детей. После распития алкогольных напитков он становился другим человеком, делится своей историей женщина. 31 марта, выпивший сильно, начал требовать 20 тысяч, которые он оставил детям. Потом я ему пыталась вернуть, и он выломал дверь, зашёл, причём сразу вырубил свет рубильники. Зашёл, меня сразу начал пинать, получается, в ухо. И ребёнок этот маленький, двухлетний, всё это видел. Он сильно испытал стресс, потом даже долгое время не разговаривал. Даже маму с его бывало не говорил, потому что он сильно стресс испытал. В кризисном центре Светлана живёт с начала карантина. Такую обиду от мужчины, который априори должен защищать и быть опорой для семьи, забыть и простить невозможно, говорит Светлана. Сейчас с ней занимаются психологи и социальные работники. Они помогают ей пройти в себя и приводят в порядок документы. Я вижу, что в карантин увеличится количество женщин, увеличится количество детей, которые к нам поступают. К нам сейчас обращаются дети, которые, дети сами, которые говорят, у меня там мама пьёт, она приводит мужчин, меня бьют. Дети звонят и просят помощь. Если наказание за бытовое насилие ужесточат, ситуация изменится, надеются эксперты. Я же работаю годами с женщинами, которые ходят по кругу, собирают кучу заявлений в полиции, но абсолютно никак не могут привлечь от бичика к ответственности. Когда женщина вынуждена с семьёй переезжать с места на место, бывший супруг её преследует, избивает, ограбит, принуждает к интимным отношениям. Но защитить её не могут. Почему? Потому что законодательно её не защищают. Вот поэтому необходимо изменение законодательства. Новый закон предусматривает развитие центров, где будут консультировать женщин и детей, чтобы помочь им поскорее восстановиться. Отдельно психологам нужно работать и с агрессорами. Больше внимания необходимо уделять профилактике насилия в обществе. Законопроекты по вопросам противодействия семейно-бытовому насилию сейчас находятся на рассмотрении мажориста парламента. Они сразу поступили на рассмотрение мажориста парламента, поскольку эти законопроекты были разработаны по депутатской инициативе. Там создаётся рабочая группа, в ней уже создана. В ней принимают участие не только депутаты и госорганы, а также представители общественных объединений и независимые эксперты, и иные лица, которые заинтересованы в обсуждении этих норм. Соответственно, после всех обсуждений, все имеющиеся разногласия будут сниматься на этой рабочей группе. Сколько продлится обсуждение, и когда одобрят законопроект, сказать сейчас никто не может. Светлана вместе с ней и другие женщины из кризисного центра надеются, что все изменения не позволят им больше попасть в такую ситуацию. Камила Тастамбекова, Жандос Битабаров, Ернар Насамбай, Хабар-24.